Здравствуйте! Сегодня мы собираем черную смородину. Казалось бы, что такого особенного собирать черную смородину? Я тоже так думал. Но лет 15 назад познакомился с профессором из антидопингового центра Семеном Виталий Александровичем. У них тогда в ходу были удивительные витамины Русолимпик, на котором, можно сказать, многие спортсмены выигрывали многие свои награды. Так вот, в состав этого витамина входили порошок черной смородины. И когда я ему заказывал очередную партию витаминов, он сказал, ну сейчас нету, потому что кончились вещества для приготовления. Я говорю, ну чего уж такого особенного? Что за вещества? Он говорит, вот черная смородина, туда входят, значит, другие вещества. Их ведь добывать не так просто. Я говорю, ну а чего такого непросто добывать черную смородину? И он мне прочитал целую лекцию. Оказывается, для того, чтобы иметь хороший продукт от черной смородины, было высажено огромное поле, значит, больше 300 гектар, которое использовалось как для космонавтов, так и для спортсменов. Но собирали на том поле черную смородину вручную. И собирать, оказывается, ее нужно особым способом. Вот не тогда, когда она вся созрела, и ты можешь вот так доить ее, как, значит, с куста прямо всей, значит, кисточкой. А собирать черную смородину нужно тогда, когда она только-только почернела. И она только-только, значит, из красной превратилась вот в такую темную, и блестящая, и блестящая. Ты наклоняешь угол. И поэтому тогда, когда она в этом состоянии, она имеет свойство, ну, можно сказать, жизни. Она еще имеет вот ту силу, которая собирает и дает соки семенам. По существу в этом состоянии она некий такой заменитель стволовых клеток. А в тот момент, когда она уже полностью почернела, и стала мутная, и стала темная, мягкая, она эту силу теряет. Она законсервируется и будет ждать, когда начнут развиваться в ней семена, чтобы уже ее отдать. Поэтому для правильного сбора и потребления черной смородины собирать ее нужно тогда, когда половина ягод еще красные, или даже зеленые, а какие-то уже созрели. И их собирать по одной ягодке и подходить к кусту по этому несколько раз. То есть вот с этого куста мы будем собирать 3-4 раза эту черную смородину, пока не собираем всю, а не всю сразу. Вот тогда она дает настоящую лечебную силу, тогда в ней больше всего витаминов, тогда она больше всего полезна для вашего организма. Спасибо за внимание.